Второе отделение, начинает Александр Полей, приготовится Ирина Левензон. Меня слышно. Сам я так, ну, вообще слышу, да, немножечко. Да, ну, начинаю я второе отделение, с вашего позволения. Я исполню две песни на музыку, две песни Александра Дулова. Первая песня на стихе Анны, ну, вообще она Сафонова в девичестве, потом она была Тимирёва, потом она стала Книпер. Вот. Но песня посвящена не Тимирёву и не Книперу, а совсем другому человеку, который был как бы между ними у неё. Ну, это Александр Васильевич Колчак, насколько я понимаю. Вот. И песня называется «Память». И в этой песне там, видимо, вот такой образ, ну, просто чтобы понятно было, и кто, может быть, не знает, хотя большинство знает, что Колчака, когда расстреляли, его бросили в прорубь в ангаре, в реке. Да, ну, это известный факт, да. И здесь, вот, конечно, будет вот этот образ всё время. Называется песня «Память». Я едва приоткрою дверь, Как хозяин Ты входишь ко мне И я путаю Как во сне То, что было И то, что теперь Новый дом Все равно твой дом Не расстаться Мне видно с тобой Ты сидишь Со мной за столом И в постели Лежишь Одной Я опять Я опять Погружаюсь в тебя Как в колодец На самое дно Ночь тиха Волна холодна Но все равно мне Мне все равно Не найти уж Ответных слов Мне на жизнь Призывную речь Слишком тяжек Твой грустный меч Чтобы дрогнула Чаша Весок Слишком тяжек Твой грозный меч Чтобы дрогнула Чаша Весок Весок Ну, это такая песня Суровая Да, а вторая песня Вот Александр Андреевич У него, конечно, удивительное Разнообразие Жанров всяких разных песенных Вот У него вот на такие Серьезнейшие темы Огромное количество песен Вот А с другой стороны У него так много веселых песен Вот Может быть даже это Ну, вот В этом смысле Он уникален В общем, даже Ким Который там И серьезные есть И веселые есть Но все равно Вот, наверное, вот Такого вот Размаха Как у Дулова В этом смысле нет Я просто не знаю Автора другого Вот Именно вот Такого плана Вот Поэтому Вторая песня будет Значит Я вот Честно говоря Стихи не помню Кто Может, Александр Николаевич Если он здесь Он, скорее всего, мне поможет Или кто знает Телепатия Это чьи стихи? А, Олег Тарутин Ну все Замечательно Да Ну а поскольку я Вообще говоря По образованию И Очень долго Моему месту работы Я психолог Вот Да Ну не сказать Что вы гипнотизер Но Мне всегда были интересны Эти явления Паранормальные Значит Песня Телепатия 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 У меня к тебе Антипатия У меня к тебе Чувства скверные Неспроста Вызревало Наверное Был я в зале Где ставили Опыты На трибуне Стоял Телепающий А напротив Лобасты И опытный Телепатию Телепатия 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 Все Робел Как бы вдруг Не продуматься А Лобасты Кивал И цитировал И пропускал Все Нехорошие Умница Видел я Как потел Испытуемый Протирал Запотевшую лысину было видно что не в макготу ему так стоять с обнаженными мыслями сокровенным своим достоянием утекающим на расстояние он прошал парашаркал подошвами по полу сел свой ряд улыбаясь измучена ах как публика хлопала хлопала ощутив это чудо научное а профессор успехом изнеженный друг кивнул мне вы видно желающий я промыслил в ответ ему сдержанно и ученый отстал понимающий телепатия телепатия у меня к тебе антипатия спасибо вера вера требует хитарова пой хитарова бой петь петь тем более машина подошла хитаров дима нам купил машину теперь у нас ни горе ни забот на дачу в баню к бабам в магазины хитаров без отказа нас везет он не разводит рук какое кто притворно хитаров дима нам купил машину теперь у нас ни горе ни забот на дачу в баню к бабам в магазины хитаров без отказа нас везет хитаров без отказа нас везет он не нудит полегче это вам не трактор он всем нам рад влезайте хоть в сороке ром хитаров дима нам купил машину теперь у нас ни горе ни забот на дачу в баню к бабам в магазины хитаров без отказа нас везет звони ему в любое время дня и ночи он только спросит вежливо куда подать записывайте номера телефонов для вызовов с 9 утра до 9 вечера даже у меня тут написано 9 27 73 50 с 9 вечера до 9 утра хитаров дима нам купил машину теперь у нас ни горе ни забот на дачу в баню к бабам в магазины хитаров без отказа нас везет давайте же ездить в нашей маленькой машине садись братва не будем диму обижать хитаров дима нам купил машину хитаров дима нам купил машину спасибо итак ирина левинзон и всехная палочка-выручалочка александр костромин да попросила меня слышно нет нет не слышно и даже не видно ну не знаю не видно ладно хотя бы было слышно кое-что простите я села ну ничего ну добрый вечер я надеюсь он будет добрым александр андреевич был удивительный человек очень ценил творчество своих коллег относился очень внимательно и я помню в какое-то время я показала ему песню которую сейчас исполню которая звучит очень редко и он сказал вот это ты хорошо сделала а знаете почему это понравилось ему потому что там есть некие такие вокализы а он сам очень любил вокализы вот любую песню вспомните где-нибудь а-а-а и вот это вот а-а-а им очень нравилось у нас первый раз исполнение совместное с александром костроминым поэтому он будет просто смотреть что там делаю и пытаться сделать лучше чем я песенка называется песня воздушного змея то ли шелк то ли бумага цветная и веселый распущенный хвост улетаю я вверх улетаю да невидимых утренних звезд улетаю да невидимых утренних звезд на земле где смеяться несчастья и где капает яд с языка мне не в мочь я мечтаю мчаться с легким ветром нырнуть в облака свежесть нежная всюду разлита и я плыву по безбрежной реке только стоп как натянута нитка что зажата в твоем кулаке не пускает меня не пускает это нить пуповиной земной и ныряю 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 прямо с неба я вниз головой и ныряю прямо с неба я вниз головой что ж ты хочешь зачем меня держишь и зачем мне обратно к земле где поникнут цветные одежды на моем неуклюжем крыле ведь земля нас не сделает ближе и любовь тут совсем ни при чем отпусти же меня отпусти же разожми поскорей кулачок отпусти же разожми поскорей кулачок то ли шелк то ли бумага цветная и веселый распущенный хвост улетаю я вверх улетаю до невидимых утренних звезд ну ну еще так вот это уже мы играли с Александром Андреевичем называется астры 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 вело в дынчатый туман они безумством не тревожат цветут у лето на краю их непричесанность похожа на непрекаянность мою на непрекаянность мою они увянут это ясно ничто не вечно под луной и головой кивают астры во всем согласные со мной но нам еще дождем умыться найти на небе солнце медь и сквозь намокшие ресницы на этот мир глядеть глядеть на этот мир глядеть глядеть синие тени резче звуки все горше пряный аромат и астры бросятся мне в руки и неподвижные стоят и мы не спрашиваем с болью куда нас осень занесла лишь лепестки дрожат невольно как рябь от тихого весла как рябь от тихого весла глядеть 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 сердце остры лилово дымчат и туман они безумства мне тревожа цветут у лета на краю их непричесанность похожа на непрекаянность мою на непрекаянность на непрекаянность мою и 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 А ведь была она головастиком, Плавала резво мимо карасиков, И как прекрасны были сперва Тоненький хвостик и голубок. Вспоминает она время прежнее Лужу милую, Детство нежное, как плыла Она с рыбкой схожая, Загорелая, гладкокожая, А головастики тем отличаются, Что в голове у них все помещается, И так привольно ее на душе, Вот потому и рот до ушей. Куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа. Размышляет она над сюрпризами, Катаклизмами, садовизмами, И с рыбком орьем обедая, Долго в луж глядится, Бедная, вот уж не греет Плащик резиновый, Жаба-жабу накинет из иния, О, как им последним вслипнет она, Где же весна, о, где же весна? А головастики тем отличаются, Что по весне они все появляются, Много ли им надо весело плыть, И хвост для радости, чтобы рулить? Ах, как прекрасно, и буду сперва Тоненький хвостик и голова. Куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа-куа. Спасибо, это была Ирина Левинзон, А я приглашаю на сцену Михаила Фридленда. Ну, я как всегда, я как всегда сплю в тракторе. Кажется, дождь собирается. Субтитры сделал DimaTorzok Недобрый дух повел меня Уже лежащего в могиле В страну подземного огня В страну подземного огня Который Данте вел, Вергилий вел Из первого в девятый круг Моя душа была ведома Нежадный поп и лживый друг Из скотоложец из Содома Из Содома Я видела гарпий в том леске Над тем узилищем, откуда В нечеловеческой тоске В нечеловеческой тоске Лежал обугленный Иуда Иуда Но будет светиной весна Где день за днем и год за годом Какой земная сатана Какой земная сатана Простет от нас до антиподов До антиподов Я грешников увидел всех Их пламя жжет и влага дразнит Но каждому из них за грех Но каждому из них за грех Там только ужас Вечной казни Где мне остаться Я спросил ведущего По адским стогнам И он ответил Волей сил И он ответил Волей сил По кругам всем Ты будешь про Автор стихов Вот автора не стихов не помню Дулов? Это Дуловская вещь А я ее сделал потише А мне ее немножко вывели А потом Григорьев Григорьев? Воскресни Воскресни Из вечной Земной мерзлоты Достань нам нетленные песни Сажающие цветы Я поднял стакан За глухую дорогу За падающих пути За тех, что идти По дороге не могут Но их заставляют идти За тех, что идти По дороге не могут Но их заставляют идти За их синеватые жесткие губы За одинаковость лиц За рваные инием Крытые шубы За руки без рукавиц За рваные инием Крытые шубы За руки без рукавиц За мерку воды Консервную банку Цингу, что навязала в зубах За зубы будящих Их всех с позаранку Раскормленных серых собак За зубы будящих Их всех с позаранку Раскормленных серых собак За солнце, что с неба Глядит из-под лобья На то, что творится вокруг За снежные белые Эти надгробья Работу заботливых вьюг За снежные белые Эти надгробья За работу заботливых вьюг За пайку сырого Липучего хлеба Проблоченного в торопях За бледное Слишком высокое небо За речку Аян в бурях За бледное Слишком высокое Небо За речку Аян в бурях Я поднял стакан За глухую дорогу За падающих в пути За тех, кто идти По дороге не могут Но их заставляют идти За тех, кто идти По дороге не могут Но их заставляют идти Спасибо, Миша Спасибо Так Сейчас дверь откроется Секретная Ага Вот они Дмитрий и Ульяна Григорьевы Сейчас, конечно Стоило бы спеть песню Улетай туча Или что-нибудь такое Но мы там были Она улетает Да-да-да Музыка Александра Дулова Стихи Марии Черкасовой И ни о чем Наш разговор Наш разговор Для нас с тобой Одних заметный Чудесный Вяжем мы узор Из легких слов Простых и светлых Чудесный Вяжем мы узор Из легких слов Простых и светлых Ты даришь мне Толпу берез И как волшебник Без обмана Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Соплавною конвою Влетаешь в струны облака И волны ласковой рукою Влетаешь в струны облака И волны ласковой рукою Твое тепло, твое плечо И милых песен грусть и нежность И разговор наш ни о чем И расставание, и неизбежность И разговор наш ни о чем И расставание, и неизбежность На сцену приглашается Олег Калядин И естественно Александр Николаевич Костромин Овощи? Спасибо Желтый Я спою песню Александра Андреевича Дулова На стихотворение Гумилева Это одно из последних уже стихотворений Гумилева двадцать первого года Она называется моим читателем Старый бродяга В Одессабебе, покоривший многие племена Прислал ко мне черного копьеноса С приветом составленным из моих стихов Лейтенант, водивший канонерки Под огнем неприятельских батарей Целую ночь под южным морем Читал мне на память мои стихи Человек среди толпы народа Застреливший императорского посла Подошел пожать мне руки Поблагодарить за мои стихи Много их сильных, злых и веселых Убивавших слонов и людей Погибавших от жажды в пустыне Зверзавших на кромке вечного лета Верных нашей планете Сильный, веселый и злой Возят мои книги в сидельные сумки Читают их в пальмовой роще Забывают на тонущем корабле Забывают на тонущем корабле Я не оскорбляю их неврости Не надоедаю душевною теплотой Не надоедаю Многозначительными намеками На содержимое Выйдиного яйца Но когда вокруг свищут пули Когда волны ломают борта Я учу их, как не бояться Не бояться и делать, что надо И когда женщина с прекрасным лицом Единственным дорогим во вселенной Скажет, я не люблю вас Я учу их, как улыбнуться и уйти И не возвращаться больше А когда придет Их последний час Ровный красный туман Застелит взор Я научу их сразу припомнить Всю жестокую, милую жизнь Всю родную странную землю И представ перед ликом Бога С простыми и мудрыми словами Ждать спокойно его суда Ждать спокойно его суда Спасибо, Олег К сцене сейчас должна приближаться Ага, уже приближается Анна Ревзина Приготовиться к Красовским Так, а гитарный микрофон нормально стоит Или как Хорошо, жду Дядя должен сделать Дядя, дядя, сделайте, пожалуйста Мы не очень опытные Мы только петь умеем И заявление заявлять Нормально, да? А, по-моему, ничего Нет? Ну, хуже Вот шестая, по-моему, плохая, да? Нет, пятая плохая А, четвертая плохая, как обычно Да, четвертая Ой, так хуже стало Там тюнер вообще-то висит Ой, извините, пожалуйста Это большой грех Мне почему-то казалось, что ничего А, у меня другая попадает Не, ничего, нормально Сойдем Авторская песня И песня Дулова Важны тем, что Они помогают нам сказать О том, что у нас болит И И пережить то, что пережить сложно Стихи Ларисы Миллер Все было До меня И я Не отвечаю Законов Не пишу На царство Не венчаю Придумала не я Придумали Другие Что Что хороша петля На неповинной выя Что хороша петля На непокорной выя Придумала не я И я не виновата Что вечно не сыта Утроба каземата Но, кажется, с меня Должны спросить сурового За убиенных всех За всех лишенных крова За всех, кто был лишен Отечества и слова Все было До меня И я Не отвечаю Законов Не пишу На царство Не венчаю Придумала Придумала Не я Придумали Другие Что Хороша петля На неповинной выя Что Хороша Петля На неповинной выя Ух, простите Что-то Не пошло Ну, ладно Я очень надеюсь Что вторую песню Я не испорчу Потому что она очень важная Стихи Анатолия Жигулина Я полностью Реабилитирован Имею Раны И справки Две пули В меня Попали На дальней Глухой Колыме Одна Разможила Локоть Другая Попала В голову И Прочертила По черепу Огненную Черту Та пуля Была Спасительной Я Потерял Сознание Солдаты Меня всего лишь избили Носками Кирзовых Сапог Сломали Ребра И зубы Били И в пах И в печень Но я Все равно был Счастлив Я Остался Живым Три друга Моих Погибли Больной И схудал И священник Хоть гнали Его От вахты Читал Над ними Псалты Он говорил Их души Сегодня Предстанут Пред Богом И будут Они На небе Как мученики В раю А я Находился В буре Рука Моя Нарывала И голову Мне Покрыла Засохшая Коркой Кровь Московский Врач-отравитель Моисей Борисович Гольдберг Спас Меня От гангрена Когда Шансы Равнялись Нулю Он Вынул Из локтя Пулю Большую Утяжеленную Длинную Пулеметную Четырнадцать Грамм Свинца Инструментом Ему Служили Обычные Пассатижи Чья-то Острая Финка Наркозом Был Просто Спирт Я часто Друзей Вспоминаю Ивана Игоря Федю Глухой Подмосковной Церкви Я ставлю За них Свечу Но Говорить Об этом Невыносимо Больно В ответ На расспросы Близких Я долгие Годы Молчу Спасибо Спасибо, Аня Так На сцену Поднимается Совершенно Правильно Дмитрий Красовский Слышно Все, да? Ну вот У нас Может быть Не случайно Может быть Случайно Ну Такая Нота Пошла Александр Андреевич Социальные Песни Такие Ну вот Первая Песня Которую Хочу Спеть На стихи Михаила Юрьевича Лермонтова Предсказания Эта Песня Вот здесь Ученики У нас Есть Она Слышно Да? Все Хорошо? Она Значит В учебнике Девятого Класса Вот Настанет год На России Черный год Когда Царей Корона Упадет Забудет Черни К ним Прежнюю Любовь И Вещей Многих Станется Смерть И Кровь Когда Детей Когда Невинных Жен Незвергнуты И Не Защитит Закон Когда Чума От Смрадных Мертвых Тел Начнет Бродить Среди Печальных Сел Чтобы Платком Из хижин Вызывать И Станет Глад Сей Бедный Край Терзать Из Зарева Окрасит Волны Рек В тот День Явится Мощный Человек И Ты Его Узнаешь И Поймешь Зачем Зачем В руке Его Гулатный Нож И Горе Для Тебя Твой Плач Твой Стон Ему Тогда Покажется Смешон И Будет Будет Все Ужасно Мрач 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 В нем Как Плащ Его С Возвышенным Челом С Возвышенным Челом Ну Лермонтов Ну Вот Если Олег Спел Песню Одну Из Предпоследних К моим Читателям Гумилева Николая Гумилева То Вот Это Самая Последняя Песня Значит Стихотворение Написано На Стене Камеры Смертников Ночь Перед Расстрелом И Подписано Господи Прости Мои Прегрешения Иду В последний Путь Энн Гумилев В час В час Вечерний В час Заката Коровелою Крылатой Проплывает Петроград И горит Нордьяном Диске Ангел Твой На Белиске Словно Словно Солнце Младший Брат А у нас На утлой Лодке Только Синие Решетки Пере Перекрещенных Штыков Где Лапзавший Руки Дамам Низко Кланяется Хамон Видно Жребий Наш Таков Я Не Трушу Я Спокоен Я Поэт Моряк И Воин Не Поддамся В Палачу Пусть Клемит Клемом Позорным Знает Сгуском Крови Черным За Свободу Я Плачу Но За стих И За Отвагу За Сонеты И За Шпагу Знаю Город Гордый Мой В Час Вечерний В Час Заката К Каравеллою Крылатой Отвезет Меня Домой 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 Одесс Домой сейчас будем выступать. Нам на двоих по две песни. Вот еще третья. Сейчас она уже подходит, а я пока спою. На стихе Анатолия Жигулина храм. Храм белел сквозь черные деревья и хрустел вечерний темный снег. Улетело солнечное время и умолк короткий летний смех. Лето жар и молодость и силой и слеза живи цена со сне. Слава Богу, все когда-то было и осталось памятью во мне. Долго ли продлится эта память, эта тень деревьев на снегу. Многое многое переупрямить, только время, время не могу. и и и когда меня оселит время и душа отправиться в полет. пусть белеет храм среди деревьев и тихонько колокол поет. Пусть белеет храм среди деревьев и тихонько колокол поет. Дмитрию присоединяются Софья Красовская и, конечно же, Александр Костромин. Получается. Ладно, просто это приподнимем чуть-чуть. Микрофон. Мокальный. Оставайся. Угу. 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 Все, остаюсь. Ай, 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 высокий дом, глубокая вода, Спокойные кругом ложатся тени, и тихо так, как будто никогда, Природа здесь не знала потрясений, и тихо так, как будто никогда, Здесь крыши сел не слыхивали грома, не встрепенется ветер у пруда, И на дворе не зашуршит солома. Ай, 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 и редок сонный растеля крик, Вернулся я, былое не вернется Продлится пусть хотя бы этот миг Ну что же, пусть хоть это остается Пока еще неведома беда И так спокойно двигаются тени И тихо так, как будто никогда Уже не будет в жизни потрясений И всей душой, которую не жаль Все потопить в таинственном и милом Овладевает светлая печаль Как лунный свет овладевает миром Ай Ай Спасибо На сцену подходит Еще почему-то пока не подошел Но я жду, когда подойдет Так, бежит Андрей Васильев так наверно вот так локальный моего голос слышно гитару слышно да пока нет гитары появилась вот я в ватнике но я не буду петь летели гуси на стихи жигулина я буду петь другое стихи владимира попова присяду на крыльцо перед дорогой до линей в тот благодатный день когда полынь пела как звонко молоток стучит по наковальне в той старой кузнице что на краю села вот лошадь у моста вот жеребенок пегий за лошадью бежит и слышно за версту как трактор тарахтит и как скрипит телега и фляги в ней грохочут на мосту а а а Но где-то хлопнет дверь внушительно и строго, В соседнем доме вдруг ребенок закричит, Но я уже уйду, и я сольюсь дорогой. Еще немного, и никто не различит. Еще немного, и никто не различит. Стихи Владимира Ливанского. Деревенская музыка. Еду в путь последний свой с непокрытой головой. На тубовом челноке стебли руты в кулаке. И по дружеской толпе мой челнок плывет, не тонет. Этот жарит на тромбоне, тот долдонет на трубете. Толкуют вдалеке. Все он строил, все он строил, Все он строил на песке. У колодца лысый гол, Журавель раздетый ствол, А на нем ворона кар. Отобрать у дурня дар, Бросить руту на тропе. Но никто меня не тронет. Этот жарит на тромбоне, Тот долдонет на трубе. От него твердит народ. Время скоро, Время скоро, Время скоро Уплывет. Еду, значит, в мир иной, С непокрытой головой. Лунный свет по льду лица, У глупца, у мертвеца. Сверху ходят по траве, Раздается крик вороний, Там играют на тромбоне, Там играют на трубе. Я лежу себе в песке Стебли руты, Стебли руты, Стебли руты, В кулаке. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Андрей. Александр Костромин, сцена ждет вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас разнесем всю эту халабуду вдребезги пополам. Кошмар. Нет, я все слова-то знаю, но поскольку это изредка мною поющегося... Да. А тем временем все думают, какую третью песню мне петь, поскольку руководство дало мне задание спеть две, а потом изменило свои показания. Говорит, пой три. А чего петь не говорит? А поскольку первые две они сказали, чего петь, я уже расслабился и думаю, ладно, значит, все должно быть так, как у них. ПЕСНЯ Стихи Леонида Мартынова. Олива. Олива, 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 Тяжелые грузья вздымая. Вот я ж говорил, что слова я все знаю, только это сбиваюсь периодически. Олива, 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 Тяжелые ветви вздымая Она не стоит молчалива Она ведь ни глуха, ни мая Она не стоит молчалива Она ведь ни глуха, ни мая Конечно, какое-то в мире Творится неблагополучье И слышатся трески в эфире Как будто ломаются сучья И слышатся трески в эфире Как будто ломаются сучья Ломаются сучья оливы Их лечат по стенам и крышам Как будто далекие взрывы Мы слышим, хотя и не слышим Как будто далекие взрывы Мы слышим, хотя и не слышим О, шелест оливы цветущей Им полон то реже, то чаще И этот хрипящий, поющий Бормочущий, смещущий ящик И люди как будто не дышат У ящика ночью уселись И слышат, конечно же, слышат Оливы, чарующий шелест И слышат, конечно же, слышат Оливы, чарующий шелест Олива, олива, олива Тяжелые ветви вздымая Она не стоит молчалива Она ведь не глухонемая Она не стоит молчалива Олива, олива, олива Там что-то Каримов крадется Зачем, мне интересно А, он туда крадется Сейчас прокрадется И мы споем следующую песню Интересно, что сегодня у нас Такой получается еще и Гумилевский День, столько всего спели Гумилева И руководство велело петь Гумилева Поем Да, я знаю Я вам не пара Я пришел из другой страны И мне нравится не гитара А дикарский напев зурный И мне нравится не гитара А дикарский напев зурный Не по залам Не по салонам Черным платьям И пиджакам Я читаю стихи Драконам Водопадам И облакам Я читаю Стихи Драконам Водопадам И облакам Я люблю Как араб в пустыне Припадает к воде И пьет А не рыцарем На картине Что на звезды Смотрит и ждет А не рыцарем На картине Что на звезды Смотрит и ждет И умру я Не на постели При нотариусе И враче А в какой-нибудь Дикой щели Утонувший В густом Плюще А в какой-нибудь Дикой щели Утонувший В густом Плюще Чтоб попасть Не во всем Открытый Протестантский Прибранный рай А туда Где тать и мытарь И блудница Крикнут Вставай Оттуда Где тать и мытарь И блудница Крикнут Вставай Да я знаю Я вам не пара Я пришел Из другой страны И мне нравится Не гитара А дикарский Напев зурны И мне нравится Не гитара А дикарский Напев зурны Ну, че третий А я не знаю рабочего Я ни разу в жизни Не пел рабочего Ну, давай публику Тогда, ладно Эту я пел неоднократно Тоже она такая На самом деле Вот то, че я играю Это неправильно В публике Там Александр Андреевич Делал что-то такое же Примерно Как Вот так вот Но я так еще не научился Поэтому я по старинке Как пел когда-то Я публика 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 Смотрю и чего это жую Я разве Какое-то Пугало Я крови Ей-богу Не пью Самой убивать Это слякотно И вот Оставались Чиста Глазами Вбивала По шляпочку Гвоздочки В ладони Христа Я руки Убийством Не пачкала Лишь издали Не упрекнуть Вгоняла Опущенным пальчиком Мечи Гладиатором В грудь Я поросы На крови Созревшая И запах ее Мне родной Я публика Создано зрелищами А зрелища Созданы мной Я щедро Швыряюсь Деньжонками Мне драться Самой Не с руки Махайте Тореро Шпажонками Подайтесь Бодрее Быки Бодайтесь Бодайтесь Народы И армии Знамена Зазывней Муллет Сыграйте В пятнашечке Алле С землей Пандерилье Ракет Вот будет Коррида Ни пуговки На всем шаре земном Благодать Да жаль Не останется Публики Чтоб зрелище Просмаковать Я публика 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 Если я правильно понимаю Правильно понимаешь То мы сейчас переходим К заключительному номеру Дуловской части нашего концерта Поэтому я приглашаю всех Которые поют вместе Принять участие в этом В совместном Как это На юридическом языке Совместное распитие Спиртных напитков Да Как же мы будем петь-то все Ну первый раз что ли Уж сообразить как-нибудь Оставляем всех гитаристов Без гитарных микрофонов Все микрофоны ставим Чуть ниже голоса Отходим на расстояние 30 сантиметров И представляем право Представляем право Антону Рулить нашим нестройным хором А Галина Ивановна знает Чего мы поем В отличие от всех остальных Три сосны раз Сейчас настроится Ты готов? Давай вот тебе Я настроенный А что у нас У каждого получает Ну да тут гитары Я должен делать Подальше Потому что Мне подальше лучше В ми-минуре Три сосны Встаю Роняем руки Три сосны поем Иди сюда Ну и вперед Да ладно Хорошо Мы двигаем на себя Не надо Споем Тенора Тенора берут Так сказать Инициативу в свои руки Маршаныч И Боб Ануфриев Вот сейчас они будут голосить В отдельно взятый микрофон Если получится Поехали Я могу поголосить Ми-минор Стандарт Стою Стою Роняя руки В глуши лесной В глуши лесной А три сосны Как три разлуки Передо мной Передо мной А три сосны Как три разлуки Как три разлуки Передо мной Проходит лось Тракой лесною Шумят дубы Шумят дубы А три сосны Передо мной Как три судьбы Как три судьбы А три сосны Передо мной Как три судьбы И сердце Рвется На три части Щемит в груди Щемит в груди Три счастья Или Три несчастья Там впереди Там впереди Три счастья Или Три несчастья Там впереди И Кажется Весенним Ветром Оживлены 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 Горят ли солнца В небе светлом И три луны И три луны И три луны Горят три солнца В небе светлом И три луны Встаю 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 Роняя руки В глуши лесной А три сосны, как три разлуки, Передо мной, передо мной. А три сосны, как три разлуки, Передо мной. Я сейчас уже не помню, чего я конкретно читал, и чего это конкретно касалось, но это комментировали чьи-то стихи, и комментарий был такой, вдруг, неожиданно. Три сосны, говорит. Так на могиле у Пастернака три сосны, наверное, это об этом. Вот. Я вот тоже думаю, это вот эти три сосны, которые мы сейчас спели, это о могиле Пастернака или нет? А у Пушкина при въезде из Тригорского в Михайловское сосны стоят сколько штук? А раньше стояли три. Их сейчас много наросло. Это тоже три сосны. А какие еще три сосны в природе встречаются? Сырая тяжесть сапога. А? Так. Сырая тяжесть сапога. В какой тональности вы хотите? В семи норе поем, да. Хотите, не хотите, поем в семи норе. Поехали. Сырая тяжесть сапога, броса на карабине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Письма не жди, письма не жди, дороги опустили. Идут дожди, идут дожди, четвертую неделю. Идут дожди, одни дожди, четвертую неделю. И десять лет, и двадцать лет, и нет конца их рая. Оленей след, медвежий след вдоль берега петляет. Оленей след, медвежий след вдоль берега петляет. Сырая тяжесть сапога, броса на карабине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Кругом тайга, одна тайга, и мы посередине. Как гитары лучше стали? Лучше. А? Лучше, хорошо. Давай еще подстроюсь. Я не строил, как было. Может, легче станет. Может, темно, я бы по-разному. Размытый путь, давайте спалю. Нет. Там, Галина Ивановна, какая следующая песня? Грустные мысли. Грустные мысли. В какой тональности будем? В ляве петь? Для теноров. Да, теноров много, давайте для теноров. Не, я в нулях, нормально. Сейчас чуть-чуть. Во, вон она. Вон где лажда сидела, вон она. Вычислили инструментальные методы. Поехали. И. Еще раз. Грустные мысли наводит порылистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. В том-то поельнику в сумерках едет и едет. В позднее время спешат запоздалые дороги. Поехали. 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 Размытый путь в рей-миноре, да? Давай, в рей-миноре, годится. Размытый путь вдоль кривые тополя Я слушал небо, звук была пара отлёта И вот я встал и тихо вышел за ворота Туда, где простирались жёлтые поля И вот я встал и тихо вышел за ворота Туда, где простирались жёлтые поля И вдаль пошёл, а издали тоскливо пел Кудок совсем чужой земли, кудок разлуки И глядя вдали в эти, вслушиваясь звуки Я ни о чём ещё тогда не сожалел И глядя вдали в эти, вслушиваясь звуки Я ни о чём ещё тогда не сожалел Была суровой пристань в этот поздний час В промозглой мблей связь горели папиросы И тяжко трап стонал их хмурые матросы И с тьмы устало поторапливали нас И вдруг такой тоской полеялась полей Тоской любви, тоской былых свиданий кратких Я уплывал всё дальше, дальше, без оглядки На мглистый берег глупой юности своей Размытый путь и вдоль кривые тополя Я слушал небо, звук была, пара отлёта И вот я встал и тихо вышел за ворота Туда, где простирались жёлтые поля И вот я встал и тихо вышел за ворота Туда, где простирались жёлтые поля Я в нулях, у кого рейди строят? Ну что, теперь садик, наоборот. Так, ну, эту песню слушать нельзя. В ней можно или принимать участие, или уже не принимать никакого участия, расслабиться и принимать происходящее стоически. Вот, значит, запевают у нас мальчики, а вот Наташа петь не будет, будет только играть. Она эту песню не поет никогда. Будет у нас за всех девочек отбываться Галина Ивановна. А Галина Ивановна тоже ее не любит. Петь будет, да, петь будет. Кто любит и поет? Анька, иди сюда. А что делать? Кто знает? А, кто запевает, запевает. Не, а музыки эта Наташка может спеть хоть сейчас, хоть это самое. Сейчас у нас споем вместе. Давайте хорошая песня. Я не понимаю. Она хорошая. Дело в том, что садик – это не просто хорошая песня, это песня абсолютно уникальная. Это очень хорошая песня. Это то, что называется шедевр, к которому можно относиться по-разному идеологически, но как к произведению вольной культуры можно относиться только как к великому произведению вольной культуры. Да, оно даже, скажем так, оно выше марша ежей. По одному параметру оно написано гораздо раньше. Вот. А в остальном это звенья одной цепи, да. Ладно, давай, посоводи. Да, и, друзья, от сада заброшенного, говорят, еще что-то осталось. Хотя мы сегодня наблюдали, нет, вчера наблюдали, что еще какой-то куст вымерз на этих бесплодных песках. Я лично посадила лимонник, который привез. Да, но зато посажен свежий лимонник, и заброшенность сада продолжает возрастать. Все хорошо. Вообще-то, напоминаю опять, кто вдруг случайно окажется среди присутствующих впервые при этом действии. Эта песня, это не песня, это песня протеста. Против чего протест? Протест против той формы слезливой лирики, которая изложена в эпиграфе. Тихо дремлет сад заброшенный, Низко стелется туман. Дует ветер, гость непрошенный, Нет любви, один обман. Равнодушно улыбнулась ты, Отвернулась от меня. Кружат, кружат желтые листы В тихом сером свете дня. Тихонько дремлет сад заброшенный, Да, заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, Да, не кошена, да, не кошена, да. Милая, в садик с тобою пойдем, В садике тихом мы будем вдвоем. Тихонько дремлет сад заброшенный, да, Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Милый мой в садик идти я боюсь, Ты подожди, я у мамы спрошу, Пусть тихонько дремлет сад заброшенный, да. Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Милая мама была ж молода, Шлялась ночами, взялась посада. Тихонько дремлет сад заброшенный, да, Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Милый мой в садике страшно гулять, Можно в траве что-нибудь потерять. Тихонько дремлет сад заброшенный, да, Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Милая в травке, пошарим вдвоем, Может быть, что-нибудь даже найдем. Ах, 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 он тихонько дремлет сад заброшенный, да. Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Милый мой, ах, спорить нет больше сил. Кажется, ах, ты меня убедил. Тихонько дремлет сад заброшенный, да, Заброшенный, да, заброшенный, да. Давно там травушка не кошена, да, Не кошена, да, не кошена, да. Спасибо большое. И скажите, что это не шедевр. Это не... Это выдастся к финалу. Но это не финал нашей встречи. Это финал всего того, и окончание, безусловно, но сегодня это финал того, что было связано с Александром Андреевичем Дуловым. А сейчас я приглашаю на сцену Юрия Львовича Лореса. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мне поставили задачу неожиданно, сказав, что ужин только полвосьмого, поэтому пой сколько сможешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, посмотрим. Да, для меня это неожиданно, потому что я как-то люблю программу хоть как-то продумать, я ее не записываю, не придумываю. Поэтому... Ладно, попробуем, вы подскажете, в конце концов, что спеть. Такой эпизод из жизни такой был. Это где-то в середине 80-х, ну, году 86-го, наверное, раздается звонок. Мы вот говорим из Центральной библиотеки города Пушкина. Мы хотим, чтобы вы у нас выступили. У нас же выступала Долина, Егоров, а вас порекомендовала Александр Андреевич Дулов. Ну, таким образом, даже не ведая того, Александр Андреевич отправил меня в места моего детства, в общем-то. А есть гитара? Есть? Нету? Сейчас мы... Посмотрим. Ну, что делать? Погода. Давайте немножко... Там, может быть, что-то с батарейкой или со штепселем? Вот это перегрузка какая-то. Что, батарея? Штепсель попробуем. Ага. Похоже, батарейка еще. Вот у меня как раз у тюнера батарейка кончилась. Поэтому... Да нет, ну... Сейчас Александр Николаевич поможет. Потому что все... Черт, что творится, конечно, с погодой. На солнышке я постоял. Ой! О-о-о! Что такое? Судя по результату, эта батарейка как раз ожила в этот момент. Вот. До той поры она сдохла, сдохшая была и вдруг ожила. Ну, это бывает электротехника, наука о контактах. То он есть, то его нет. Ну, тут он возник, и вот раздалось то, что раздалось. Стандартный анекдот от Алексея Ващенко, что с годами слух становится хуже. И поэтому гитару настраивать становится все труднее и труднее. Но! Научно-технический прогресс неумолим и движется вперед. И придумали тюнеры! Но! С годами зрение становится все хуже и хуже. Ты в микрофон говори. Не слышно тебя в микрофон говорю. Иди сюда. Так как вчера был цвет нот во время ужина, негде было сидеть, то все, пять, десятое. Мы так поговорили и пришли к такому выводу. Значит, на улице будет обедать Каримов, Бибиков, Рязанский, Аршак. Оргкомитет обедает на улице. И с нами вместе, вот это главное, на улице едят дети. Дети! Все дети. Пусть они оденутся потеплее. Наташенька, посмотри на меня спокойно. Вот. А то ты так осудительно смотришь, ребят, иначе мы будем в цвет ноте опять. Они поели, ушли, играют и так далее. А мы, Аршак, Рязанский, Бибиков и так далее, вернемся хотя бы постоять вместе с вами. Вы меня поняли? Кто вместе с нами отважится ужинать на улице? Пожалуйста. Призоединяйтесь! Никто туда не поедет. Так, все. И так, значит, и так, значит, места моего детства. По дороге белой, по дороге шумной, то ли в будни, то ли в праздник, что бы я ни делал, что бы я ни думал, возвращаюсь на Клязьму. Что бы я ни делал, что бы я ни думал, возвращаюсь на Клязьму. Я не помню дома, я не знаю улиц, то ли клён мой, то ли вяз мой, ветрами ведомый, к тёплым веткам тулись, возвращаюсь на Клязьму. Ветрами ведомый, к тёплым веткам тулись, возвращаюсь на Клязьму. где меня носило не измерить в числах, кто-то вспомнил, кто-то сглазил, но что было силы, я хотя бы в мыслях возвращаюсь на Клязьму. на Клязьму. Но что было силы, я хотя бы в мыслях возвращаюсь на Клязьму. ничего не помню, то ли человеком, то ли камнем, то ли плазмой. я я сегодня понял, проживаю век свой, чтоб вернуться на Клязьму. на Клязьму. я сегодня понял, проживаю век свой, чтоб вернуться на Клязьму. по дороге по дороге белой, по дороге шумной, то ли в будни, то ли в праздник, что бы я ни делал, что бы я ни думал, возвращаюсь на Клязьму. что бы я ни делал, что бы я ни думал, возвращаюсь на Клязьму. А эту песенку уже благодаря, мы так подружились с этими библиотечными работниками. Там такой клуб был, поэтический песенный. И, в общем, меня довольно часто стали приглашать туда. Кстати, совершенно бесплатно, естественно, что с родных денег не берут. Это неправильно. Вот. Попытались с отцом Александром Менем познакомить, но там немножко не вышло. Это был год его смерти. Но вот и благодаря этим поездкам появилась такая песенка. тем более, что с длинным предисловием, поскольку, понимаете, город Пушкино подмосковный Колесан Сергеевич никакого отношения не имеет. Он там даже не бывал. Вот. Но откуда название? Потому что река Уча, она полноводная была, разливалась и называлась, естественно, Пуча. Раньше. Ну, букву П потеряла. А деревня, естественно, которая стояла на месте города, называлась Пучкино. Да. Вот такие вот замены происходят. Но зато Маяковский там бывал. Вы же помните, да? Пригорок Пушкина горбил, акулы горой. Там, собственно, про солнце это стихотворение возникло. А у меня вот такая петенка появилась. Теплый плед и две подушки, и бутылочка ситра. Александр Сергеевич Пушкин едет в Пушкино с утра. Заход едет в Пушкино с утра. – – «Теплый плед, и две подушки, и бутылочка ситра. Александр Сергеевич Пушкин едет в Пушкино с утра». Славно было бы и поныне Жить в именье на УЧ, Но чиновник и кабинец Перепутал Ш и Ч. По традиции московской Я немножечко соврал, Ведь не Пушкин, Маяковский Едет в Пушкина с утра За куловой горою Он все лето проведет, Буря мглою небо кроет, Солнце всходит и заходит, А к поэту не зайдет. Вот сказал и возгордился, И воскликнула душа, Я же в Пушкина родился, Тем же воздухом дышал, Электричка загудела, Увеличивая скорость, Хлынул дождь, как из ведра, А кому какое дело В том, что Юрий Львович Лорес едет в Пушкина с утра. На Сергеев посад Уходят электрички, Торопится закат Рождественского дня, Все люди на земле, Мне братья и сестрички, Осмотрят на меня, Как будто не родня, Нас перепутал Бог, Перемешал, рассеял, Кто избран, но не свят, Кто грешен, но спасен, Зимой успит земля И движется на север, На Сергеев посад, Что снегом занесен, На Сергеев посад, Что снегом занесен, Он снегом занесен, Но так заносят в книгу, Что пишут на земле, Читают в небесах, Чтобы поднять голову К спасающему лику, Чтобы найти себя В единственных глазах, Чтобы найти себя В единственных глазах. И будет теплый дым Над крышами в сугробах И неземной уют Земного бытия, А я во всех грехах повинен, Кроме слов. Такую вот судьбу Сложили ты и я, Такую вот судьбу Сложили ты и я. Помилуй меня, брат, Прости меня, сестричка, Все падают годами И тащут нас назад, В рождественский закат Уходит электричка На Сергеев посад, На Сергеев посад, На Сергеев посад, На Сергеев посад. Значит, слух, зрение и память. Ну, немножко получается беспорядочно, Но вдоль Ярославки. Неужто нет у сердца Сердцевины, Где радость прячется, Где кроется беда, Земную жизнь Пройдя до середины, Я оказался в парке у пруда, Где над водой Туманная завеса, Осенним утром В золотой исход. Мне за деревьями Пока не видно леса, Осиный остров, девяностый год. Я знаю, здесь Меня никто не встретит, Так сколько лет, скажи, Обещанного ждут. Лосиный остров, девяносто третий, Еще не лес, Но листьев здесь не жгут. На полпути Чугунная ограда, И, оглянувшись, Понимаешь, вдруг Помимо наших душ Не существует ада, Ведет тропинка На трамвайный круг. Лосиный остров Без конца и края, Я семь кругов В тебе не сотворю, В моей душе Пока не видно рая. И все же я тебя Благодарю за то, Что снова Золотом отмечен, Что глубока Осенняя вода, В конце концов за то, Что мне на плечи Небесной манной Падают года. Лосиный остров Без конца и края, И ты в осеннем Вихре закружись, Ну, подыграй мне, Видишь, я играю, В который раз Проигрываю жизнь И сердце выверну До самой сердцевины. И мне дарован Этот листопад, Земную жизнь Пройдя до середины, Я глянулся И пошел назад. А это недавняя Речка-Яичко, Которая течет фактически под кольцевой дороги. Вернее, то с одной стороны, то с другой, То просто под ней. Да, между двумя станциями, Двумя поселками, Один называется Лось, Который в городе Москве, Второй Перловка, Который за МКАДом. Мне время пишет в личку, Оттенками листовыми Целали. Речка-Яичко На севере Москвы, А я давно не местный, Живу куда южней, Но вспоминаю детство, Как мы купались в ней. Но вспоминаю детство, Как мы купались в ней. Ну, как теперь проверить, Что видеть довелось? Перловка – правый берег, А левый берег – лось. Копеечко – колечко, Да укатились все, Москва над самой речкой Построила шоссе. Москва над самой речкой Построила шоссе. И все куда-то катят, И катится вода, И времени не хватит, Чтобы узнать, куда. Мне время пишет в личку, Я, прикусив губу, Смотрю, как речка Ичко Теперь течет в трубу. Смотрю, как речка Ичко Теперь течет в трубу. Потому что время – точильный круг, Обращает в пыль не одни ножи, Я тебе не враг, я тебе не друг, Но кто ты мне – не томи, скажи, Но кто ты мне – не томи, скажи. Но кто ты мне – не томи, скажи. Но кто ты мне – не томи, скажи. Ой, ну ладно. Ладно, пойдем дальше. Потому что, неважно, Программа не составлена, Поэтому бывает. Но он все не помнит, я тоже… Давайте, то, что я помню. Просто они как бы соревновались, Что вспоминается, что следом петь Одна, другая, то ли одну, то ли другую, Все на ходу. Сегодня Божия суббота, Сегодня неурочный час, Кто входит в явские ворота, Тот не мессия и не спас, Не ведая, что будет после, Мир пребывает в суете. Не тот, за ним плетется ослик, Ворота выбрал он не те. Сегодня Божия суббота, В руках Давидовой псалмы, Но ни с молитвой, Ни с дремотой Никак не совладаем мы. Нам все равно, кто ходит мимо, Сегодня неурочный час, И в стенах Иерусалима, В машиах не застанет нас. Сегодня Божия суббота, Опрочем, думать позабудь, Есть в каждом городе ворота, Чтоб Бог вошел когда-нибудь, Когда-нибудь, но не сегодня, Когда в смятении умы К подобной милости Господней Сегодня не готовы мы Представь немыслимое что-то На Красной площади в Кремле, Представь, что в Спасские ворота Господь въезжает на осле. Не подсказывайте. Слов не подсказывайте, Песен не заказывайте. Хорошо, хорошо. Это я закончу, как всегда. Пять веков в картине, Городок старинный, Помнишь, ты жила когда-то в нем? Прикоснись рукой К дому над рекой, Где цветет шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, Жаль, что ты меня не любишь, Пять веков назад и пять вперед. Разба как зеленый окон , Пять столетий нас не будет, Пять раз и помнишь, пять забудешь, Как шиповник под окном цветет. Сожигаешь свечи, как вздыхает тень твоя в окне. Жаль, что ты меня не помнишь, Жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, Пять раз помнишь, пять забудешь. Как шиповник под окном светел. Пять веков картине, городок старин, Помнишь, ты жила когда-то в нем. Ты жила, грустила, навсегда забыла, То, что я шиповник под окном. Жаль, что ты меня не помнишь, Жаль, что ты меня не любишь. Пять веков назад и пять вперед. Пять столетий нас не будет, Пять раз помнишь, пять забудешь. Как шиповник под окном слетел. Не так закат горит, Листво не так густа, Так осень говорит устами августа. И носит стаи птиц многоголосия, И небо смотрит вниз глазами осени. И мы в тот день и час Спустились с облака, На яблоневый спас Вкусили яблока. И каждый повторял, Как плоть твоя вкусна, И Бог нас потерял В объятьях августа. И были на земле Такие сумерки, Мы плавали в Англии, Как будто умерли. А звезды в том году Созрели неплохие, И падали в саду Совсем как яблоки. И я кричал, Лови, лови, пожалуйста, Желания твои Во власти августа. На яблоневый спас, Что не попросим мы, Господь глядит на нас Глазами осени. Аплодисменты 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 Не-не-не, ребят, Авеньон. Аллилуйя. Все будет. Ну, у меня есть Финальный кусочек, Который я сразу придумал. Ребята, давайте. Ребята, ну это много. Ну, еще у нас вечер, Ночь впереди еще. Я просто вспомнил У меня же Аллилуйя спою обязательно Поскольку совсем не моя песня Это не на мои стихи будет Это давно, это практически студенческие времена И это Роберт Бернс И это песня поэта из Веселых Нечих Да Перевод маршрека Вспомнилось и хочется Ну не все же совсем минорное В эту ночь сердца и кружки До краев у нас полны Здесь на дружеской пирушке Все пьяны и все равны К черту тех, кого законы От народа берегут Тюрьмы трусом оборона В церкви ханжеству приют Что в деньгах и в прочем вздоре Кто стремится к ним Дурак Жить в любви Не зная горя Безразлично где и как Песни гоним мы Печали Шуткой красим Свой досуг И в пути На сеновале Обнимаем мы подруг Вам, милорд, в своей коляске Нас, бродяг, не обогнать И такой не знает ласки Ваша брачная кровать Жизнь в движении бесконечном Радость горя, тьма и свет Репутации беречь нам не приходится Их нет Напоследок с песней громкой Эту кружку подниму За дорожную котомку За походную суму Ты огонь в сердцах и чашах Никогда нас не покинь Пьем за вас, подружек наших Будьте счастливы Аминь Пьем за вас, подружек наших Будьте счастливы Аминь Вот как ни странно Я спою орган, который написан В 73-м году Аж в 73-м году Еще в институте А как это не странно прозвучит Это уже со слетами песня связана Как бы вам казалось, что она про другое Но причина эта уже слетовская была Это тот ночной лес, где полно песен Просто отошел от костра в сторону И понеслось В ночном лесу Звучит орган Скажите, кто посмел коснуться кваш Так, чтобы лес под пальцами дрожал Кто в этих листьях ноты прочитал И все кривое музыкой исправил Да-да-да-да-да-да Как часто Не хватает нам Услышать, что звучит орган Все то, что в жизни смог И что не смог И даже если музыка от Бога Она еще все сильнее, чем Бог Да-да-да-да-да-да-да-да-да-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da В ночном лесу Звучит орган Прислушайтесь Звучит орган Что это? Сон Или обман Прислушайтесь Звучит орган Прислушайтесь Звучит орган Прислушайтесь Пока еще Есть время И этот лес Не начали Рубить Пока еще Мы, кажется, умеем Надеяться И верить И любить Редактор субтитров Кажется, получается Почти до ужина дотянуть Давайте, Леонард Коэн Перевод мой Я слышал Но мотив забыт Как сочиняет Царь Давид Псалом Как будто каждый звук Целует Минором вниз Мажором ввысь Аккорды в небо Унеслись И царь допел И крикнул Аллилуйя Аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И царь видел, что она купается, обнажена, И к ней вошел, и плоть ее целует. И в тот же миг померк закон, пострижен царь, И сломан трон, но выдохнули вместе. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пусть даже имени его не знаю я, Да что с того, пока живу, Творцу пою, хвалу я. Но различать я перестал, чисты или грешны, И уста, уста, что произносят, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Не думаю, что согрешу, приду к Творцу, И попрошу, храни, Создатель, всех, Кого люблю я. Не все равно тебе, Господь, душа кричала, Или плоть они произносили. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Каков итог, венец, финал, Пусть я псалмов не сочинял, Но не соврал ни разу, Что люблю я. Что сотворил, что натворил, Я столько слов наговорил, А что от них осталось, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Значит, слух, зрение, память и голос. Саша, я считаю убытки возрастные. Память и друзей. Время мчится так, что не угнаться, Что же делать, кланяться годам. Даже Пушкин был бы на Сенатской, Потому что все друзья были там. Потому что все друзья были там. Ни вокзалы, ни аэродромы Не помогут оказаться нам. В прошлом веке, перед белым домом, Даже если все друзья были там. Даже если все друзья были там. Остается помнить день вчерашний. Жизнь бежит, смерть ходит по пятам. Но поверьте, умирать не страшно, Потому что все друзья были там. Потому что все друзья были там. Вот опять стою на том же месте, День за днем, пока не вышел весь. Все сильней люблю я наши песни, Потому что все друзья были здесь. Потому что все друзья были здесь. Мы до зари не спали, Календари не стали, И землю осыпали. Осенью листвой напоминают звезды, Жизнь никогда не поздно. Какой прозрачный воздух Бывает под Москвой. Какой прозрачный воздух Бывает под Москвой. Возьми кусочек хлеба, Хлебник лодочек неба, Жизнь потечет по небу. Прозрачный остров. И если кто-то спросит, Откуда эти гости? Нас воспитала осень И песню костра. Нас воспитала осень И песню костра. Чтоб не могли забыться Ни голоса, ни лица, Я записал на листьях Какие-то слова. Они играли в прятки, Не ведали порядка, Шуршала по палатке Опавшая листва. Шуршала по палатке Опавшая листва. Я понял много позже, Пусть говорили позже, Что листьев много больше, Чем слов моих, увы. И, наконец, уместно Сказать вам, если честно, То не пишу я песни, А признаюсь в любви. Не сочиняю песни, А признаюсь в любви. И вот я, задумавшись, стою, Что души делают в раю, Что души делают в раю, Представь себе, Они поют. О, как прекрасен этот хор, И как прозрачен разговор, Нам возвращают в небеса Друзей ушедших голоса. В конце концов, послушай, брат, Ты только песнями богат, Ты только песнями богат, В конце концов, поверь мне, брат, Что мир становится другим, Когда мы подпеваем им. Горит костер, и жизнь идет, Когда наш общий хор поет, И все, что прожито, не зря, Возьмемся за руки, друзья, Возьмемся за руки, друзья, Нам по-другому жить нельзя, Нам не положено стареть, Душа поет и будет петь, Ты не молчи, ты подпевай, Узнаешь, что такое рай, Ты не молчи, ты подпевай, Узнаешь, что такое рай, Что души делают в раю. В небо улетают искры, Золотые искры некуда сложить, В жизни все проходит быстро, Все проходит быстро, Незачем спешить. В жизни все проходит быстро, Все проходит быстро, Незачем спешить. Снова сохраняя душу, Охраняя душу, Сядем у костра с нами. Те, кто хочет слушать, Те, кто может слушать Песни до утра. С нами те, кто хочет слушать, Те, кто может слушать Песни до утра. Помнишь, как над нарым глисток, Над покрой, над искрой Мы не смели лгать, В жизни все проходит быстро, Все проходит быстро, Некогда считать. Жить есть, это дело чести, Совести чести. Что же будет с песней, Что же будет с песней, Ветер допоет. В небо улетают искры, Золотые искры, Некогда сложить. В жизни все проходит быстро, Все проходит быстро, Незачем спешить. В жизни все проходит быстро, Все проходит быстро, Незачем спешить. Ужинать. Без этого нельзя, Я согласен. Без нее нельзя. Остаюсь вашим сыном и внуком, И детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, Невозможно страну защитить. Это очень простая наука, Не нужны прицел и расчет. Там, где люди не любят друг друга, На земле и трава не растет, И приправленной горькой разлукой, Ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, Очень просто стрелять по своим, И сменяет разруху разруха, Ни к чему городить огород. Там, где люди не любят друг друга, А себя называют народ. Не привязанный к срокам и датам, Прихожу в Александровский сад, Я хочу поклониться солдатам Тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, Что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, И грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, И детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, Невозможно страну защитить. Легче быть перелетной печугой, Только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, Там уходит земля из-под ног. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Прошу к столу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Р describes